Разрешите представить боксёра. Боксёр в синем углу. Личный рекорд. 27 боёв, 25 побед, 12 из которых нокаутом 2 поражения. Боксёр в красном углу. Личный рекорд. 3 боя, 3 победы. 3 победы нокаутом. Представитель Саратова, Россия. Артём Чеботарёк. Боксёры приглашаются в центр ринга. Боксер в центр. Поединок в рамках средней весовой категории. Артём Чеботарёв. Нуху Лаваль. Для Артёма это весьма серьёзный скачок в оппозиции, потому что три предыдущих соперника. Ну, в общем, до боя ещё всё было понятно в этих поединках, но Артём только начинает свою профессиональную карьеру, только в этом году стартовал. И, конечно, нужно как-то вот себя почувствовать на новой территории. Поэтому на начальном этапе соперники далеко не выдающиеся. Нуху Лаваль, тем не менее, значительный, значительный скачок в уровне оппозиции. И для Артёма важный бой не только потому, что он боксирует впервые, как профессиональный боксёр перед своей родной публикой, но и потому, что это может быть очень непростой для него поединок. Бой запланирован на 10 раундов. На кону этого боя титул IBO региональный. Ну, чемпионом IBO в среднем весе является Геннадий Головкин, который 16 сентября в Лас-Вегасе будет драться с Аулем Альваресом. Там целый ряд поясов будет на кону. Очень аккуратно, осторожно начинает Артём Чеботарёв. Ну, а что касается Лаваля, то через туловище, через движение корпусом он пытается пройти переднюю руку соперника, войти на ближнюю дистанцию. Всё-таки он пониже, я имею в виду Нуху Лаваль, пониже ростом, чем Чеботарёв. Причём на 11 сантиметров и руки у него покороче, поэтому, конечно, ему здесь нужно прорываться вперёд. Ну, а Артёму, соответственно, имея преимущество в росте, преимущество в длине рук, нужно держать соперника на дистанции и не подпускать к себе. Правым перкотом Чеботарёв атаковал соперника, как раз когда тот сблизился. Ну, вот сейчас Лаваль, по сути, показал... О, здорово! На отходе Чеботарёв атаковал и здесь справа попадает. Ну и плюс ко всему, поскольку поединок 10-раундовый, пока ещё на профессиональном ринге Артём дольше двух раундов не боксировал. Да, у него, правда, были поединки Аиба-Про, но... Так или иначе, сейчас немножко другое, другая стихия. Вот здорово правым перкотом не первый раз уже атакует Чеботарёв. Ну, вот сейчас пауза. Выжидают, выжидают оба бойца. Здорово, джеб в туловище, джеб в голову. Ещё одна атака левой рукой. Здесь закрылся за блоком Чеботарёв. Ну что ж, первый раунд подошёл к концу. В общем-то, преимущество российского бойца вполне очевидно. Икра. Все спокойно в углу лаваля Пытается, все еще пытается Вернее не все еще, ему это и нужно делать Ну ху лаваль прорваться, но Чеботарев постоянно держит его в напряжении Можете обратить внимание на левую руку Артема, соответственно, передняя рука Как он постоянно рукой, она у него не в статичном положении, а в движении Напрягает ею соперника И как только представляется момент, атакует Соответственно, за счет передней руки идет развитие дальнейшей атаки Уже затем подключается правая Кстати говоря, вот сейчас, когда боксеры оказались на ближней дистанции Это еще один аспект, который нужно Вот, наверное, может быть даже один из главных моментов и элементов Которые нужно изучать боксеру-любителю при переходе в профессионалы Все-таки на любительском ринге Когда боксеры оказываются близко друг к другу Чаще всего рефери сразу их разводят В профессионалах немножко другая ситуация Вот сейчас попал, попал Чеботарев И пытается связать лаваль соперника, чтобы спастись Но здорово, кстати, Чеботарев разобрался в этой ситуации Сейчас будет одно плотное попадание по туловище Артем Атакует, начинает... Ох, здорово слева попал Попал в область уха Так вот, работа на ближней дистанции То, что очень плотно нужно изучать при переходе на профи-ринг Здорово справа еще раз попадает Артем Потому что очень часто видно, когда парни из любителей Переходят в профи и только начинают свой путь Оказываясь в этих ситуациях В ситуациях на ближней дистанции Практически ничего не делают, потому что не привыкли Ух! Здорово просчитал Нашел момент и внезапно атаковал Чеботарев Правой рукой, правой прямой Да, вот сейчас очень долго боксеры были в клинче А ведь можно было чуть-чуть оторваться Зазор создать и попробовать отработать по туловищу Ну что ж, на этом Вот на Относительно успешной атаке Муху Лаваля заканчивается Вторая трехминутка этого поединка Да, здесь был удар слева в область виска Причем удар, который Лаваль не видел И именно этот удар Как раз таки создал ему проблемы Которые он пытался решить путем клинча Чтобы подавить атаку соперника Которые он пытался Аж мы наступаем Который атаку Который атаку лавалю конечно если у него есть такие амбиции они конечно у него есть конечно он хочет выиграть этот бой все-таки нужно нужно действовать активнее найти вперед активнее но есть оборотная сторона медали тогда у чеботарева появится гораздо больше больше возможностей для контратак соответственно уже развитие своих атакующих действий но тем же лучше для нас здорово передняя рука у чеботарева работает дано прям как вот будто датчики в ней есть датчики движения только вперед лаваль тут же левая рука работает у чеботарева левый боковой либо джебом встречая здесь затяжная атака российского бойца лаваль лаваль пытается спастись в клинче вот кстати рефери наверное уже стоило бы чуть больше акцентировать свое внимание на этих клинчах лавали как-то по настоятельней что потому что уже чрезмерно начинает этим элементом пользоваться лаваль одно дело когда ты пользуешься этим ну чтобы допустим вошел в клинч но при этом на ближней дистанции потом начинаешь работать лаваль же делает это исключительно для того чтобы погасить атаку чеботарева и все и дальше он уже ничего не делает пожалуйста здесь даже чеботарев не знаю но вряд ли намеренно но как-то дал возможность лавалю провести свою атаку на ближней дистанции но лаваль никоим образом этим не воспользовался что в общем говорит о его намерении клинч для него это возможность спастись не более того во всяком случае пока что на данный момент ну что ж вот и третий раунд у нас подошел к концу семья артема чеботарева довольно активно раунд для артема получился к сожалению за громкой музыки в зале ничего не удается расслышать обратите внимание как левой рукой работает чеботарев кстати вот здесь здорово артем разбирается соперник тоже выбрасывает удары пытается что-то сделать но ничего у лавали не получается очень батарео в свою очередь очень хорошо так он выбирал нужные правильные моменты для начала своих атак размашиста действует лаваль на этом его можно и нужно ловить ну что ж не первый раз отмечаю я левую руку артема чеботарева но хотелось бы чтобы правая жесткая правая включалась почаще мы уже видели как правым прямым несколько раз здорово чеботарев ловил своего соперника ну вот справа лаваль попадает джебом отвечает чеботарев вот здесь можно работать можно работать руки свободны можно работать но нет пока еще все таки вот над этим компонентом работа на ближней дистанции это очень это все гораздо сложнее все гораздо сложнее чем вот может показаться со стороны это целая целая наука работа на ближней дистанции в целом не так и много боксеров в общем то на даже на высочайшем уровне кто в совершенстве владеют этим элементом здорово здорово сейчас разбирается чеботарев также также обратите внимание как артем во время этих атак он не просто вот когда идет бой на встречных курсах он не просто стоит перед соперником и рубится он постоянно смещается где-то даже микро пусть смещение но тем не менее да вот сейчас смотрите постоянно назад вперед чуть в стороны уходит не стоит перед соперником из-за этого у соперника возникают сложности потому что цели она вроде бы как бы и перед тобой но но нет но нет потому что чуть тот кто то приблизился чеботарев то наоборот разорвал дистанцию то чуть чуть сместился в сторону в одну в другую и в следующих эпизодах ты понимаешь что сейчас твой соперник будет смещаться но куда он будет смещаться ты не понимаешь по туловищу по туловищу еще побольше хотелось бы атак во всяком случае когда соперник близко потому что со средней дальней дистанции естественно когда ты выше значительно выше соперника чтобы атаковать его в корпус нужно тянуться туда вниз а ты таким образом открываешь себя для контратакующих действий и открывая если особенно правой рукой тянешься то под левый боковой соперника открываешься прям очень удобно но вот на ближней дистанции в общем то можно можно попробовать особенно левый боковой в печень ну или апперкотами в солнечные сплечить сплетения поработать здорово справа чеботарев наносит удар 4 раунда позади 6 раундов впереди средневесовой категории между артемом чеботаревым выступает в родном городе в саратове против лавали который на данный момент является самым сложным соперником его в карьере и этот тест артем проходит пока что вполне вполне уверенно смотрим повторы минувшего раунда обратите внимание как в движении находится шеботарев постоянно постоянно работают ноги он не стоит на месте соперник который умеет работать таким образом очень опасный соперник но вот пока что четыре раунда у нас миновало в общем то ничего нового лаваль придумать не может ну да вот он пытается подойти поближе пытается пройти переднюю руку чеботарева преодолеть это препятствие потому что только он делает движение вперед тут же чеботарев у левая рука срабатывает публика включается скандирует артем артем конечно большой интерес саратове вечер бокса вызывает первых соотечественник и земляк боксирует в главном бою во вторых все-таки в саратове не так часто проходит вечера бокса и тем более того достаточно высокого уровня ох здорово сейчас встретил артем соперника который пытается прижать его к канатам пытается стиле такого свормера сработать на ближней дистанции постоянно прилипает к сопернику и там пытается где-то даже затолкать но разбирается чеботарев здесь очень очень хорошо короткими такими ударами встречает вот сейчас чуть более внушительно общается с лавалем рефери по поводу удержаний вот если честно вот если такое будет продолжаться вот можно уже один балл снять слова ли уж очень очень часто он пользуется этим элементом причем опять же просто для того чтобы подавить атаку соперника и все ним не более одно дело когда ты вот входишь в клинч свяжу связываешь соперника и еще пока рефери не успевает вмешаться ты уже начинаешь проводить свои атаки здесь этого не происходит здесь по затылку нанес удар лаваль многоударная комбинация чеботарева но здесь скорее просто вот так на скорость сработать тем чеботарев неплохо завершил предыдущий раунд здесь возникли проблемы с обмоткой перчатки немножко затянулась паузы за этого затянулся перерыв бей коротко кричат артему в общем по сути все так и есть да и так и делает чеботарев потому что раз когда соперник начинает сближаться здесь размашистые удары абсолютно не нужны они не будут работать и очень здорово чеботарев это продемонстрировал раз что такое удары по коротким траекториям и просто простым языком говоря короткие удары когда на ближней дистанции тот момент когда лаваль пытался прижать артема канатом возник зазор между двумя боксерами очень здорово чеботарев сработал комбинации который завершил апперкотом левой рукой даже мне показалось перетряхнул соперника этим попаданием снизу подсказали артему и тут же он выбросил этот удар потому что иногда бывает подсаживается чуть вниз лаваль и идет вперед и как раз вот апперкоты в этой ситуации очень очень хорошо работают джеб двойка в исполнении лавали но очень медленная вялая чеботарев ее без проблем встретил даже с учетом того что у него перед этим руки были вниз опущены если бой пройдет всю дистанцию довольно интересно посмотреть на то как чеботарев будет чувствовать себя как раз на достаточно длинной дистанции все таки четвертый бой всего лишь в профи карьере да опять же был опыт в аиба но это было уже относительно давно и здесь некая новое начало с точки зрения длинных поединков предыдущие три не не превышали два раунда из них первым закончился два других во втором поэтому наверное наверное для чеботарева тоже очень важно все-таки пройти дистанцию микроволос кстати по туловище сейчас чеботарев нанес левый боковой и тем самым доставил неприятности своему сопернику а и и и и и и КОНЕЦ Итак, Артем Чеботарев, пока что седьмой раунд начинается. Я думаю, что подсчет этого поединка не должен вызывать особых проблем. У боковых судей, потому что все довольно очевидно. Чеботарев имеет преимущество, он наносит больше, значительно больше ударов. И, в общем-то, у Лаваля, как таковых атак, запоминающихся, было... Можно, наверное, по пальцам одной руки посчитать. Учитывая, что раундов уже шесть миновало, то получается, что даже меньше одной внятной атаки за раунд. Чеботарева все гораздо лучше. Вот сейчас здорово справа попал в подбородок. Левую, кстати, руку нужно будет сейчас поправить Лавалю. Вернее, обмотку левой перчатки. Сейчас, я думаю, это будет сделано. Нет? А, рефери пока предупредил, чтобы подготовились к этому. Да, и вот сейчас он подведет боксера, чтобы либо отрезали, либо тейпом другим поверх заклеили. Возвращаясь, кстати, замечание сейчас сделал тренеру Лаваля о рефери, потому что в эти моменты подсказки своему боксеру говорить нельзя. И как раз-таки тренер Лаваля это делал. Лаваля, кстати, справа сейчас попал. Рефери тут же сказал, нет никаких наставлений. Давай! Вот двойка, двойка от Лаваля, но опять же, Чебударев к этому готов. Апперкот правой рукой. Вот сейчас на ближней дистанции. Он такая вот, то ближняя, то средняя. Здорово, Чебударев работает, нужно развивать апперкотами. Но Лаваль свою обычную тактику применяет. Вяжет соперника. Мне кажется, уже настало время для финального предупреждения. Рефери, мне кажется, уже пора ему сказать, что вот еще раз и будет снят один балл. Потому что много-много этого становится, и поединок это не красит. С одной стороны, это опыт для Чебударева, потому что нужно по ходу боя искать этому противоядие. Потому что соперник мешает тебе работать. Да, он сам ничего не делает, но он и тебе мешает. А ты-то все-таки вышел на бой с неким планом, который нужно реализовывать. Здесь вот потренироваться на таком сопернике было бы неплохо. Хорошая была атака Артема, а раунд закончился. Напоминаю, что данный поединок является главным событием вечера бокса в Саратове. Вот сейчас справа. Это, наверное, лучший удар Лаваля за весь поединок. Но не сказать, что Чебударев как-то прям воспринял это каким-то... В общем, воспринял это не так, как нужно. Без проблем он сдержал этот удар, и вроде бы ничего такого опасного из этого момента не получилось. Выглядело, правда, довольно эффектно. Конечно, переживает, переживает семья Артема. Восьмой раунд. Три раунда остается у нас до конца этого поединка. Может быть, меньше, конечно. И хотелось бы, наверное, даже, чтобы меньше. Чтобы послужной список Чебударева с точки зрения досрочных побед остался стопроцентным. Но это не самое прям уж решающее, не самое главное. Да, безусловно, конечно, нокауты это то во многом, ради чего публика смотрит профессиональный бокс. В том числе. Но так уже и другой тейп нужно исправлять. Да и тот не так уж и... Хорошо был. Неисправность не так уж хорошо была устранена. Так вот, так или иначе, победа есть победа. Сейчас публика... Ну что, не знаю, либо Чебударева она так пытается поддержать, либо таким образом реагирует. Не знаю, хитрости это или нет, может быть. Уж как-то прям активно разматывается тейп и при этом в углу-то видит. В общем-то, это тоже некая ответственность секундантов. Если они видят, что начинает тейп разматываться, то в перерыве все-таки нужно это как-то устранить. А не дожидаться, когда по ходу раунда рефери остановит поединок и скажет, ребята, давайте вот что-то с этим делать. Если это произошло, ну если в перерыве уже можно это было устранить, а это не было сделано, то, наверное, скорее всего, они рассчитывали на паузу по ходу раунда. Но эта пауза и сопернику, в общем, тоже идет на пользу. Чебударев уже тоже отдыхает. Хотя я не думаю, что уж очень сильно он устал. Да, работает он в неплохом темпе, но он невысокий. Темп этого боя, ну вернее, даже скорее темп работы Чебударева нельзя назвать высоким. Он средний. Поэтому, в общем-то, работая в таком темпе, ну не должен уставать боксер. Если устает, это проблема. Сейчас просто на скорость пытался Чебударев сработать. Вот на ногах, да, как здорово работает. Но это вот как раз-таки любительская база, любительская школа. Здорово левой рукой в подбородок попадает российский боксер. Вот справа напрашивается удар. Но нет, это я как раз не Лаваль отнюдь имел в виду. Я имел в виду Чебударева, что как раз от него удар справа напрашивается. А в итоге справа попадает Лаваль. Здорово на встречных курсах. Чебударев боксирует со своим соперником. И Лавалю такой бокс на протяжении долгого времени не подходит. Так, опять тейп размотался. Ну вот, может быть, можно будет дождаться конца раунда и заставить угол Лаваля в перерыве это сделать. А не пытаться получить еще одну передышку по ходу раунда. Да, вот рефери сейчас предупредил. Здорово. Здорово. Развить, развить атаку. Жалко раунд. Раунд подходит к концу. Но отступает, отступает Лаваль. Может быть, нокдаун хотя бы получится. Ну что ж, по тейкдаунам 1-0 под Зулаваля. Но, правда, в боксе это не идет в зачет. У нас не смешаны единоборства. Прекрасный спорт был в исполнении Чебударева. Конечно, видно, что сил этот спорт отнял немало. И этот перерыв нужен, нужен тоже Артему. Мы смотрим, как это было. Здорово. Артем сориентировался. Соперник держал его за голову. Давил буквально, тянул вниз. То есть Артем не видел, где находится голова соперника, но чувствовал. Кстати, слышно сейчас, как рефери говорит о том, чтобы исправили, исправили тейп. Так, здесь не только тейкдаун, но чуть еще и ногой кому-то по голове не заехал в рингсайде Лаваль. Что ж, два финальных раунда остаются в нашем поединке. Опять чуть-чуть, хотя бы несколько секунд пытаются выиграть секунданты Лаваля. Я думаю, что пора уже по совокупности как-то вот снять бал с Лаваля. Уже очень много вот этих хитростей. Удержание с его стороны. Ну, ударов по затылку не очень много, но это уже в общую кассу все равно добавляется. С тейпами трюки. Затягивание пауз между раундами, перерывов. Если бы это хотя бы было, ну, не так навязчиво, а это уже, ну, совсем навязчиво делается все. И те или иные элементы не самые законные, назовем их так. Нужно рефери как-то более активные меры предпринимать. Вот так и Лаваля. Напоминаю, что Лаваль родился в Нигерии, но проживает в Германии. Да, в этом раунде заметно, во всяком случае пока что в первой половине девятого раунда, заметно, что темп, темп Чеботарев особо не дает. Все-таки затяжная атака в конце предыдущей трех минутки много сил отняла, поэтому Артему перерыва, как такового, не хватило для того, чтобы полностью восстановиться. Поэтому сейчас пока он продолжает восстановление сил и действует в невысоком темпе. Может быть, даже переждет сейчас девятый раунд, потом еще один перерыв, и в финальном раунде попробует уже отработать все три минуты в хорошем темпе. Стоп! Не делай это! Бокс! Пол минуты до конца предпоследнего раунда. Наверное, самый неактивный раунд, но оно и понятно. Все-таки уже сил оставлено немало, но и нужно что-то сэкономить на финальную трех минутку. Ну, кстати, вот у Чебутарева начал тейп разматываться. Стоп! Тайм! У Лаваля, кстати, тоже на левой руке. И здесь замечание. Никаких подсказок. No coaching, говорит тренер. То есть никаких наставлений. Так, сейчас нейтральный угол и угол Чебутарева, в общем, исправляет оригинальное решение рефери. Раз твои секунданты никак не могут с этим разобраться, уже в который раз мы тейп пытаемся каким-то образом починить, то пусть это сделает угол соперника. Оригинально, честно говоря, впервые такое вижу. За 20 лет в профессиональном боксе. Итак, девятый раунд закончен. Остается три минуты поединка. Какой раунд? Сейчас будет? Да. Какой раунд, да. Иногда в пылу борьбы, в том числе тренеры, секунданты, могут немножко потеряться во времени. И не знают, нужны подсказки, какой раунд. Ну, боксерам тоже иногда нужны подсказки. Иногда разные случаи бывают. Я часто вспоминаю, как Шейн Моузли, оказавшись в нокдауне в третьем раунде, в поединке с Мэнни Пакьяо, потом уже вспоминая через некоторое время, говорит, я оказался в нокдауне, раунд закончен. Нокдаун, напоминаю, еще раз был в третьем раунде. Так вот, раунд заканчивается. Я пришел в угол, попил водички и спрашиваю, какой раунд? А мне отвечают, шестой. Оказалось, что вот после нокдауна, половина третьего раунда и потом четвертый раунд, просто куда-то выпали из сознания. Я вообще не помнил, что там происходило. Вот так телепортировался буквально из третьего в шестой раунд. Ну что ж, Чебутарев все-таки восстановился, как раз, о чем мы и говорили. В девятом раунде он решил немножко передохнуть. Ну и теперь в финальном раунде будет работать в том темпе, в котором он работал как раз-таки в предыдущем. Особенно еще один тейкдаун, 2-0. Счет по тейкдауну в пульсу Лаваля. Это далеко не плюс. Ну наработал, наработал. Лаваль на снятие одного балла. Это в общем-то ничего не решает. Но может быть хоть как-то это вразумит Лаваля, он перестанет делать проход в ноги Чебутареву в те моменты, когда Чебутарев ловит его опасными ударами. Потому что, я думаю, сейчас счет на карточках 9-0 по раундам. Ну, правда, считают не раунды, а считают очки. Победителю 9, проигравшему... Прошу прощения, победителю 10, проигравшему 9. Я думаю, что сейчас после 9 раундов счет должен быть 90-81 в пользу Артема Чебутарева. Лаваль ни одного раунда в этом поединке не выиграл. Это можно сказать с уверенностью. Здорово встречает. Лаваль, когда идет вперед, уже тоже у него сил немного. Я думаю, что он устал больше, чем Чебутарев. Плюс он еще и пропускает значительно больше, чем Чебутарев. Здорово справа Артем попадает. Поэтому левая рука, он уже не может левую руку поднять достаточно высоко, чтобы прикрывать подбородок. Поэтому Чебутарев действует очень просто. Только Лаваль начинает двигаться на него, Чебутарев атакует правым прямым. Потому что левая рука уже слишком низкая, она не мешает правой руке Чебутарева лететь в цель, в подбородок. Ну что ж, 40 секунд. 40 секунд остается. Здорово. Левой снизу еще раз с двойной левой рукой. И еще раз. Ну что ж, я думаю, что уже нокаута в этом поединке не будет. Закончится все судейским решением, но в любом случае. Чебутарев главное сделал. Победы он добился. Я забегаю вперед, я понимаю, еще нет судейского решения. Но я думаю, что даже если вы впервые включили профессиональный бокс, впервые в жизни смотрите профессиональный боксерский поединок, то я думаю, все равно вам не составит труда понять, что Чебутарев имел тотальное преимущество по ходу боя. И за исключением редких-редких эпизодов все было на его стороне. Вот второй тейкдаун в исполнении Лавали по ходу этого боя. Как только становится жарко, Лавали идет в клинч, а иногда и совершает проход в ноги. Бедные тейпы, латанные и перелатанные. Причем в том числе и углом соперника. Что ж, пока напряжение. Напряжение. Моя дома сейчас семья Артема Чебутарева порадуется, когда объявят судейское решение. Вы не подумайте, я не вижу, что в карточках, но я уверен. Здесь все будет... Все будет... Все завершится победой российского бойца. И пояс IB International. Это региональный пояс, это не пояс, чемпиона мира. International, то есть интернациональный чемпион. А чемпионом, по версии IBO, является Геннадий Головкин. IBO не входит в состав основных версий, но среди неосновных, в общем, пользуется наибольшим авторитетом. Основные, напомню, это WBA, WBO, WBC и IBA. Это основные версии, которые признают друг друга. Ну что ж, пока идет подсчет, наверное, можно некое краткое резюме этому бою подвести. Чебутарев выглядел хорошо. Это всего четвертый бой на проферингу. Он прошел дистанцию в 10 раундов. Опять же, всего лишь в четвертом поединке. Очень многие боксеры, начиная свой путь, у них первые 2-3 боя 4 раунда, потом еще 3-4 боя 6 раундов, потом 8, и на 10-раундовые они уже выходят, где-то имея как минимум 10 боев в своем послуженном списке, а то и больше. Чебутарев сейчас уже в четвертом всего бою прошел 10 раундов. Вполне уверенно против хорошего соперника, который значительно выше классом, чем предыдущие трое. Поэтому, наверное, этот поединок, здесь только плюсы со всех сторон, только плюсы, потому что минусов никаких здесь точно нет. Ну и опять же, опасных ударов пропустил несколько неприятных попаданий, но Артем здорово их сдержал, и никаких проблем у него с этим не возникло. Так, боксеры, центр ринга, ждем официального судейского решения. Дамы и господа, и в этом бою единогласным решением судей побеждает и завоевывает титул IB International в среднем месте боец из красного угла Артем Чебутарев! Артем Чебутарев. Четвертый бой, четвертая победа. Пояс IB International, первый пояс, естественно, в профессиональном боксе. Все только начинается для Артема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...